Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Виктория Шаре. Самые яркие события недели прямо сейчас. Главным событием этой недели стала грандиозная патриотическая акция. В Самаре прошел Парад памяти 2019. Успеть к 1 сентября в Красноглинском районе Самары завершается строительство новой школы. Самый загадочный особняк Самары съемочная группа «Самара ГИС» побывала в доме Неронова. В Самаре на этой неделе прошла самая грандиозная патриотическая акция Парад памяти 2019. Тема парада в этом году близка каждому россиянину «Солдатская слава». Чтобы принять в нем участие, в Самару приехали реконструкторы из разных городов России. Москва, Санкт-Петербург, Пермь и Воронеж. Перед началом парада первые лица области и города возложили цветы к памятному знаку. Мария Левина продолжит. В 41-м парады прошли в трех городах. В Москве, Воронеже и Куйбышеве. Именно в запасной столице прошел самый масштабный. 25 тысяч человек прошли по самой крупной площади в Европе. И сразу после демонстрации отправились на фронт. Военный парад в Куйбышеве был стратегически важен для всей страны. На нем присутствовали иностранные послы и военные атташе, журналисты. Увидев мощь Красной армии, Япония и Турция в войну вступить не решились. На сегодняшний парад тоже приехали дипломаты из разных стран. Грейм Михан, посол Австралии в России, делится своими воспоминаниями о тех сложных временах. Его семью война тоже не обошла стороной. Отец попал в артиллерийские войска. Для меня очень важно, чтобы мы помним это. Во время войны у нас в Австралии, в Самаре было посольство. И я думаю, что важно упоминать эти связи между Самарой и Австралией. Сегодня мы видим, что 126 коробок. 7 тысяч личного состава здесь находятся на площади. И вот уже два часа идет парад. Это очень праздничный и приятно. На параде показали 45 видов исторической техники, в том числе и легендарный победный Т-34. Лейтмотивом парада стала история нашего земляка Владимира Чудайкина. В апреле 44-го года он попал в Красную армию. В первом в своей жизни бою уничтожил три самоходных орудия противника. Отличился в ходе взятия Берлина. Командир танка погиб, и его обязанности исполнял Чудайкин. В бою прикрывал наступающую пехоту огнем и броней. Я очень счастлив и горжусь, что дожил до сегодняшнего дня. И вот я на этой площади прошел не пешком, а на машине в честь этого парада. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравил губернатор Дмитрий Азаров. Дорогие ветераны, этот парад напоминает нам, без великого прошлого нет великого будущего. Именно в преемственности поколений, в духовном единстве залог укрепления и процветания нашей великой Родины. В небо над Самарой, как когда-то в 41-м, поднялся легендарный Ил-2. Его миссия – донести весточку из прошлого. На землю опустились тысячи фронтовых писем. Сражались не только за Родину, но и за жизнь раненых бойцов. Вот в таких небольших палатках медицинского батальона было сразу несколько операционных столов и пушеток. На площади Куйбышева работала полевая кухня. На специальной выставке зрители знакомили с оружием Великой Отечественной войны и исторической техникой. Парад памяти объединил не только ветеранов и военнослужащих, но и всех неравнодушных к судьбе Отечества граждан. Мария Леевна, Николай Пифанов, События. Изучить свою историю в деле – Самарский поисковый ученический отряд технического лицея побывал в экспедиции. Свои находки ученики показали губернатору и главе города. Что удалось найти поисковикам, узнала мэри Елчан. Ранний подъем, зарядка, завтрак и кропотливая работа до вечера. Семь ребят провели 12 дней в Волгоградской области. Они искали артефакты военных времен. Иван Лазовский – один из поисковиков. Он уже четвертый год подряд принимает участие в раскопках. Во-первых, надо все-таки помнить подвиги наших дедов и отдавать им честь. За время поисков ученики находили не только фрагменты быта солдат, но и останки бойцов. В братской могиле поисковики нашли детские захоронения. Вот представляете, жара в 35 градусах. Ни одного нету деревца. И ребята в 35 градусах жары просто копали, доставали, поднимали бойцов. Раньше, до поездки, я не знала, что такое война. Там вот везде осколки, какие-то гильзы, пули, хвостовики от мин. Вот вся земля просто покрыта вот этим. В праздничную дату, посвященную параду памяти, в лицей приехали ветераны, первые лица региона и города. Ученики провели для них экскурсию по музею. Губернатор Дмитрий Азаров выразил благодарность ребятам и поздравил всех с праздником. То, что вы делаете, это свято. И участие, конечно же, в работах поисковых, и забота о ветеранах, и сохранение памяти здесь, в музее. Поиск новых экспонатов и восстановление их истории. Нож разведчика, ружка, офицеры 9-й танковой дивизии «Вермахта», знак авиатора для галстука. Все эти найденные исторические артефакты ученики привезли в музей Самарского технического лицея. Он наполняется не только находками учеников. В качестве подарка некоторые экспонаты приносят и сами ветераны. Мэри Илчан, Василий Колдашов, события. Прикоснуться к традициям и вернуться к историческим корням. Единственной миротворческой бригаде Центрального военного округа, которая базируется в Самарской области, присвоили почетное наименование «Александрийское». На торжественной церемонии побывал наш корреспондент Анатолий Головко. В преддверии Дня народного единства бойцам миротворческой бригады ЦВО вручили историческую копию штандарта 5-го гусарского Александрийского полка. На плацу Рощинского гарнизона собрались военные, ветераны вооруженных сил, участники локальных конфликтов, юно-армейцы, а также представители общественной организации «Бессмертные гусары» в исторической форме на конях. Участников торжественной церемонии приветствовал командующий войсками Центрального военного округа. Мне выпала огромная честь, вручая штандарт 5-го Александрийского полка, прикоснуться к нашей великой истории, быть причастным к возрождению лучших традиций русской армии. С этого дня миротворческая бригада будет носить звание Александрийской. Предки современных бойцов прошли три турецких и четыре польских кампании, а также воевали с Наполеоном, где полк и получил свое название «Бессмертные гусары». Мы два года ждали этого момента. Такого случая еще не было в современной истории, чтобы передали исторический штандарт современной воинской части. Хочется сказать слова благодарности это верховного главнокомандующего, министра обороны Российской Федерации, также командующего войсками Центрального военного округа за оказанное доверие нести столь почетное наименование. Теперь копию исторического штандарта 5-го Александрийского гусарского полка будут использовать на всех торжественных построениях с боевыми знаменами бригады. В будущем новая символика появится на шевронах и эмблемах военных. Анатолий Головко, Константин Головин. События. В Самаре открыли мемориальную доску на доме, где во время войны располагалась дипломатическая миссия Царства Болгарии. На торжество приехал чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в России. День с почетным гостем провел Сергей Кизоркин. В этом доме во время Великой Отечественной войны располагалась дипломатическая миссия Царства Болгария. Сегодня на нем устанавливают мемориальную доску. Это очень важно для наших народов. В этом году мы празднуем 140 лет установление дипломатических отношений. После освобожения Болгарии в результате Руско-Тарецкой войны 1877-1878 года. И это нас особо связывает. Появление данного символа очень важно для подрастающего поколения, потому что народ должен знать свою историю. После открытия доски посол Болгарии отправился в Иверский женский монастырь. Монахиня Нина Фанаила, она исполняет обязанности настоятельницы, провела для гостей экскурсию. Показала, где хранится точная копия Самарского знамени, которое было сшито здесь и отправлено с ополченцами на русско-турецкую войну. Именно оно стало символом победы и независимости болгарского народа. И мы всегда рады, всегда, когда к нам приходят наши русские люди, мы проводим экскурсии, показываем, обязательно рассказываем о знамени, о войне русско-турецкой. И всегда, конечно, и в молитвах своих упоминаем, чтобы всегда у нас был мир, дружба между нашими народами. Ведь это идет из истории еще, что все мы какие-то родные братья, все славянские народы. Старозагора и Самара стали городами-побратимами еще в начале 90-х. С тех пор дружба между двумя народами только укрепляется. Так настоятельница Иверского монастыря рассказала, что очень много паломников из Болгарии приезжают специально посмотреть на Самарское знамя. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. 81-я школа Самары имеет яркую и интересную историю. В эвакуации здесь жили Дмитрий Шостакович и артисты Большого театра. А на этой неделе открыли стенды с уникальными фотографиями того периода. Слово Марии Левиной. Почти без денег и вещей удрученной пропажей чемоданчика с партитурой 7-й симфонии. Именно здесь, в стенах 81-й школы, поселился Дмитрий Шостакович. А по соседству, в классах, разграниченных старыми простынями и одеялами, жили артисты Большого театра. В Куйбышев приехали 600 артистов Большого театра вместе с семьями. Здесь они давали премьеры и ездили по госпиталям. Пристанище они нашли в школе номер 81. Занятия здесь отменили. В каждом учебном классе жили по 4-5 семей. В такой суматохе сложно было найти что-то из вещей. Поэтому Шостакович думал, что навсегда попрощался со своими наработками по знаменитой 7-й симфонии. Но позже соседи приноровились, обустроили быт, по вечерам собирались все вместе, делились едой, общались. Еще позже пропажа нашлась. Но для работы над музыкальным произведением Дмитрию Шостаковичу все же понадобилась отдельная комната, и он ее получил. Вместе с семьей они переехали в дом на улице Фрунзе. Школа 81 и ныне помнят эту богатую часть своей истории. В школе эту память очень бережно хранят, потому что мы доподлинно знаем, в каком классе, в какое окно смотрел композитор Шостакович, где репетировали Козловский, Лепешинская. В школьном дворе вы создали атмосферу военных лет, и здесь вновь прошла репетиция артистов Большого театра. Сегодня на репетиции представлены потрудиться. Где же нам нашли в руках? И даже премьера. Выступления артистов, как и полагается, вызвали интерес зрителей. Среди зрителей ученица 10 класса Лиза Батаева. Девушка закончила музыкальную школу и сейчас сама пишет музыку. Признается, когда узнала, что учится в здании, где когда-то жил и творил знаменитый композитор, вдохновение прибавилось, но вместе с ним и ответственность. Чувствуешь эту атмосферу, когда, например, тебя называют, в концерт выступают с собственным сочинением, ты выходишь и чувствуешь тепло. То есть у меня нет никакого страха. То есть я сажусь и ощущаю эту теплую атмосферу. Узнать больше про историю жизни артистов Большого театра в запасной столице можно в 81-й школе, посетив выставку до конца ноября. Мария Ильевна, Николай Сидоров. События. Взрывы минометных снарядов, оглушительная стрельба и штурм вражеских позиций. В Самаре прошла грандиозная реконструкция одного из сражений времен Великой Отечественной войны. На поле боя побывал и наш корреспондент Анатолий Головко. Напряженный и кровопролитный бой во имя Великой Победы. В Самаре на берегах Волги провели историческую реконструкцию Сталинградской битвы. Сталинградская битва – один из важнейших этапов времен Великой Отечественной войны. Немецкое наступление продолжалось 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Фашисты хотели захватить Большую излучину Дона, Волгодонский перешейк и Сталинград. Красной армии удалось заставить врага увязнуть в оборонительных боях, окружить группировку немецких войск и сжать кольцо окружения к развалинам города. Окруженные со всех сторон фашисты капитулировали в феврале 1943 года. Один из эпизодов того времени восстановили участники военно-исторических клубов, которые приехали в Самару со всей России. Один из них – тольятинец Сергей Авакумов. Он участвует в подобных реконструкциях не в первый раз. Мужчина считает, что подобные выступления помогают молодому поколению не забывать о великих подвигах героев военных времен. Именно когда мы наглядно показываем это все, это очень важно. Все правдоподобное, где, как ни на таких реконструкциях, они увидят всю достоверность наших таких реконструкций. Зрители, которые оказались в этот день на Самарской набережной, остались под большим впечатлением от увиденного. Очень понравилось, особенно удивило то, что самолеты летали. Погода ветреная, это очень эффектно было. У нас порадовало расположение и кухня поливания, и, так сказать, угощают, и доброженательная постановка. И погода распогодилась. Короче говоря, все отлично и прекрасно. Постановка отличная. Хотелось бы выразить благодарность постановщику данной реконструкции. Большое спасибо, что помнят. И ребята со всей страны, которые приняли участие, всем большое спасибо. После окончания реконструкции зрители еще долго не расходились. Они аплодировали участникам и делали совместные фотографии. Можно с уверенностью сказать, что это событие заполнится жителям и гостям Самары надолго. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Успеть к первому сентября. Такую задачу поставили перед собой строители новой школы в Красноглинском районе Самары. Хотя по контракту срок сдачи объекта конец следующего года. Подрядчики хотят, чтобы дети новый учебный год встретили в современном учреждении. Струйплощадку осмотрела глава Самары Елена Лапушкина. На каком этапе сейчас работы узнал Андрей Горгуленко. 1200 детей в одну смену сможет принять новая школа, что строится на Красноглинском шоссе. Сейчас учреждение растет не по дням, а по часам. На объекте работают почти 200 строителей и более 50 единиц техники. У здания полностью забетонирован фундамент, готовы подвальные помещения, идет кирпичная кладка стен. Местами уже смонтировано перекрытие первого этажа. Здание школы состоит из шести блоков. Это позволит удобно расположить классы и залы. Одно крыло отдано для младшей школы, другое для среднего звена, еще одно для старшеклассников. Также предусмотрены отдельные блоки для столовой, спортивного и концертного залов. Изначально по проекту школу должны были сдать в декабре 2020 года, но застройщики все работы ведут с опережением графика. Используемые специальные стройматериалы и растворы позволяют продолжать работы и в минусовую температуру. Все это, по расчетам строителей, делает возможным открытие школы уже в сентябре, к началу нового учебного года. Об этом они и рассказали главе Самары Елене Лапушкиной. Все сейчас уже отлажено и работает, но вопросов много, и поэтому, поскольку здесь директор департамента, глава города, мы в рабочем моменте все эти вопросы сейчас обсуждали. Еще одной масштабной стройплощадкой, которую проинспектировала глава города, стал участок заводского шоссе между улиц 22-го портсъезда и Авроры. Елена Лапушкина поручила усилить контроль за работами со стороны департамента градостроительства. Сейчас на объекте продолжается прокладка сетей, ливневка, электросети, водопровод. Рабочие уложили часть дорожного полотна. Из-за того, что здесь ездят большие грузы, проезжую часть делают особенно крепкой. Полностью вскрываем земполотно старое, демонтируем, вывозим на полигоны и устраивается полностью новое полотно, полностью новый конструктив дорожной одежды. Это песчаноподстилающий слой, щебеночное основание и три слоя асфальта. Срок сдачи участка заводского шоссе длиной 3 километра – ноябрь 2020 года. В следующем году остается завершить укладку дорожного покрытия, строительство тротуаров и полное благоустройство прилегающей территории. Кроме того, установить остановки для общественного транспорта, дорожные знаки, светофоры и нанести разметку. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Его называют одним из самых загадочных особняков Самары. В разные годы постройка середины 19 века была то усадьбой, то типографией, то музеем. Именно здесь в годы эвакуации жила дочь генерального секретаря Иосифа Сталина. Дом Неронова закрыт для посещения более 10 лет, но нашей съемочной группе удалось проникнуть за закрытые двери. По этим длинным коридорам и комнатам с роскошной лепниной уже целое десятилетие не вступала нога человека. Это особняк Неронова на Пионерской. Он считается самым загадочным в городе. Нашей съемочной группе удалось попасть внутрь. На сегодняшний день о доме 1840 года постройки немного известно, но те знания, которые есть, с исторической точки зрения бесценны. В Куйбышеве нам дали особнячок на Пионерской. Здесь наспех сделали ремонт, пахло еще свежей краской, а в коридорах мышами. Так о доме вспоминает Светлана Аллилуева. Именно здесь она жила в годы эвакуации. Дочь вождя народов приехала в Куйбышев осенью 41-го и прожила здесь до лета следующего года. Время, проведенное в запасной столице, оказалось роковым для девушки. Именно здесь она узнала о настоящей причине смерти матери. Жена Сталина покончила с собой и о гибели любимого старшего брата Якова. Куйбышев подарил ей не только плохие воспоминания. В этом городе она встретила свою первую любовь, из-за которой навсегда испортила отношения с отцом, всю жизнь будучи его любимицей. Авторитарный Сталин в своих письмах обращается к ней святанка-хозяйка и потакает во всем. Мы видим эти комнаты, то, что мы можем посмотреть в эти окна, в которые смотрела его дочь. Мы знаем, что здесь много ей пришлось пережить. Она сюда возвращалась после того, как ездила трижды к нему в гости. И здесь родился его внук. Это, конечно, производит совершенно колоссальное впечатление. И как-то понимаешь и историю, и войну, и те годы по-другому. Сейчас особняк – памятник федерального значения. Это исключительный случай, когда фасад не менялся ни разу с момента его постройки. В разные годы у дома было различное назначение. Изначально он принадлежал титулярному советнику Неронову. Следующий владелец сделал издание печатню. В начале 20 века особняк переходит в собственность купца Шахабалова. И тот делает полную перестройку внутри. При нашей ревизии мы натолкнулись на огромную железную дверь в стене одной из комнат с государственным гербом. Открывается вот так вот тяжело эта дверь. И смотрите, до сих пор герб и совершенно рабочее замковое устройство. И при том, что у нас вот такой толщины стены, этот сейф, он охранял не просто комнату, а комнату, в которой действительно, видно, находились очень серьезные ценности. Это не единственная наша находка. Среди старой золы нам попались клочья черно-белых фотографий. Это вот зола. А вот, кстати, смотрите, это действительно фотография, на которой человек в военной форме находится. То есть это кусочек, пожелтевший кусочек нашей истории. Наша съемочная группа уверена, что дом еще полон загадок. После войны здесь находилась редакция газеты «За родину». Сейчас здание принадлежит Министерству обороны. Активисты ОНФ выступили с инициативой вдохнуть в дом новую жизнь и открыть здесь музей или центр дополнительного образования. Вопрос о судьбе таинственного особняка решается. Узнать больше интересных деталей о доме можно благодаря новому проекту «Самара ГИС» «Неизвестная страница истории Великой Отечественной» с Михаилом Перепелкиным. Следите за эфиром. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Оспорт «Тэмир» в Самаре прошел легкоатлетический марафон в беге «Моэдины», посвященный Дню Народного Единства. Он закрыл летний сезон самарских марафонов. На старт вышли около 2000 бегунов из 100 городов России. Впервые в программу соревнований включили и скандинавскую ходьбу. Спортивным духом пропитался Андрей Горгуленко. Заслуженная медаль на шее, обсуждение забега сразу на финише, по горячим следам. Позади дистанция в 3 километра. Юрий Сизаненко бегом серьезно увлекся пару лет назад. Теперь в спортивной форме его можно видеть и летом, и зимой. Вместе с коллегами по работе он не пропускает ни одного самарского легкоатлетического старта. Организация с каждым стартом становится все лучше и лучше. Это заметно. И видно, что организаторы принимают, слушают участников и делают подвижки в нужную сторону. Легкоатлетический праздник в беге «Моэдины» стал шестым в серии забегов «Волгомэн». Дистанцию для себя мог выбрать каждый. Для детей старт на 600 метров. Для начинающих самый массовый забег на самарскую милю в 1586 метров. Для опытных бегунов 3 километра. Для профессионалов 10 километров и полумарафон. Впервые в программе появилась и скандинавская ходьба. Вид спорта, который стремительно набирает популярность в Самаре. В беге «Моэдины», как и заявляет название, старт в первую очередь не соревновательный, а объединяющий. Поэтому памятные медали получает каждый финишировавший. На каждом забеге серии «Волгомэн» в этом году участникам дают медали со специально разработанным дизайном. Ко дню народного единства на медали изображен князь Засекин. Те, кто выходил на каждый старт в этом году и собрал коллекцию из шести медалей, награждаются еще одной – бонусной медалью почетного легкоатлета. Все массовые старты поддерживаются и городской администрации. То, что мы с вами отмечаем этот праздник на спортивных площадках, тоже достаточно символично. Спорт всегда объединял людей. И сегодня, конечно, я хочу пожелать вам успехов на выборных вами дистанции, замечательно провести время и в дальнейшем всегда принимать участие во всех спортивных мероприятиях. С праздником, друзья! Всего в легкоатлетическом празднике участие приняли 2000 человек из 100 городов России. Организаторы верят, что это не предел, и с каждым следующим годом география и количество атлетов будет только расти. И скоро не нужно будет перекрывать дороги ради забегов, потому что каждый самарец выйдет на старт. Андрей Горгуленко, Григорий Прешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова